Здравствуйте! В эфире вечерние новости. В студии работает Талшин Шекардхан. Сейчас коротко о главном. В рамках проекта «Комфортная школа» в области Абай планируется построить 11 новых школ. С ходом строительных работ ознакомился глава области. Тариф в обмен на инвестиции. На брифинге рассказали о ценах на электроэнергию. Айбен 2024. Команды области Абай показали хорошие результаты. Глава государства на национальном Курултай отметил важные аспекты. Первый – это солидарность и единство. Если народ будет сплоченным, то страну ждет успех. Так сказал советник президента Республики Казахстан Малико Тарбаев в ходе встречи в нашем городе. Подробности расскажем в следующем сюжете. На встречу советник президента Республики Казахстан остановился на масштабных реформах главы государства и всесторонних идеях и инициативах национального Курултая. Малико Тарбаев отметил ряд важных шагов в развитии страны. Одна из проблем, распространенная в обществе сегодня – это разделение по родовому признаку. Нынешняя задача для граждан страны – быть в единстве, развивать духовность. Сегодня в нашем государстве главными лозунгами становятся принципы справедливости, преемственности и развития. Президент с самого начала и по сей день говорит о справедливости, потому что без справедливости не развивается общество. Без справедливости у государства нет будущего. На самом деле понятие справедливости формируется в рамках закона. Если закон доминирует, значит у государства есть будущее. Если мы будем соблюдать закон, будем принимать справедливые решения и давать справедливую оценку, то в обществе не должно быть проблем. Одним из приоритетных направлений, выработанных на Курултайе, является развитие общественной культуры. В её рамках в нашем государстве начали реализовываться многие проекты. Так, экологическая акция «Таза Казахстан» проходит в рамках данного направления. Это играет важную роль в сохранении культуры в различных областях. Следующее направление – стать прогрессивной нацией. Планируется возрождение культуры чтения печатных страниц в обществе. Очень важно уделять внимание качественной и грамотной информации. В своём выступлении директор областной универсальной библиотеки Мирия Карта отметил, что развитие культуры и духовности напрямую связано с нашим регионом. Первый театр, первый телеграф – истоки футбола. Во многих отраслях город Тиме является первооткрывателем. «Наша библиотека остаётся просто универсальной. Было бы хорошо, если бы библиотека получила статус национальной. Я думаю, этому были бы рады все горожане, проживающие на земле Великого Абая». В завершении встречи Малик Утарбаев поблагодарил всех участников встречи. На совещании отметили, что озвученные предложения не останутся без внимания. В рамках национального проекта «Комфортная школа» в области Абая планируется построить 11 новых школ для решения дефицита ученических мест в регионе. Одна из них строится в Бескарагайском районе. Новое учреждение образования рассчитано на 300 мест. С ходом строительных работ ознакомился Аким области, Нурлан Уранхаев. Одна из комфортных школ откроется и в Бескарагайском районе. На данный момент строительные работы идут полным ходом. Аким области Абая Нурлан Уранхаев проинспектировал ход строительства школы на 300 мест. На сегодняшний день ведутся работы по кладке стен второго этажа. После получения положительного заключения экспертизы стоимость проекта составила 3,8 миллиардов тенге. Всего в 2023 году в области Абая было начато строительство пяти школ. Одна из них в Бескарагайском районе на 300 мест. В 2024 году будет начаться дополнительно еще 6 школ. Объект будет сдаваться в эксплуатацию к концу этого года. Подрядной организацией является ТОО «Королос», наша фирма нашей области, которая расположена. На сегодняшний день на объекте ведутся строительно-монтажные работы. Данная школа будет оснащена современным оборудованием. Для начальных и старших классов предусматриваются отдельные блоки с учебными кабинетами, санитарными узлами и спортзалами. Повышенные меры безопасности планируется обеспечить за счет внедрения современных технических средств и усиления охраны. Для удобства учеников также предусмотрены индивидуальные шкафы для хранения учебных пособий и одежды. Наряду с этим в комфортных школах будет соблюдаться безбарьерная среда для детей с особыми образовательными потребностями. Общая площадь школы составляет 6888 квадратных метров. В настоящее время на объекте задействовано около 100 рабочих. В школе предусмотрены актовый зал и столовая на 84 места, а также кабинеты математики, физики, химии, биологии, начальной военной подготовки, географии, изобразительного искусства. Также будут кабинеты, которые будут обеспечены современным оборудованием. Это кабинеты музыки, хореографии, робототехники, информатики. Кроме того, в школе будут расположены библиотека с читальным залом, игровая комната и комната для предшкольных классов. Для учеников будут созданы все необходимые условия. Напомним, согласно пилотам у нас проекту «Комфортная школа» в Казахстане в ближайшие два года построит 369 школ на 740 тысяч мест. Малика Мухтарова, Айдус Айткалиев, Телеканал «Семей». В целях привлечения новых инвестиций для увеличения объема ремонтных работ, повышения заработной платы работникам по среднеотраслевому уровню, включение в тариф расходов на содержание бесхозных сетей и оборудование реализуется проект «Тариф в обмен на инвестиции». Однако это приведет к резкому росту цен на коммунальные услуги. Об этом стало известно на брифинге региональной службы коммуникации. В 2024 году в сферу жилищно-коммунального хозяйства области Абай были привлечены дополнительные инвестиции на сумму 23 миллионов тенге, в том числе в сферу водоснабжения 13 миллионов тенге, на передачу электроэнергии 9 миллионов тенге. В результате подорожания тарифов предусмотрено обновление водопроводных сетей. Рассматривается заявка ГГП «Семей водоканал». Согласно ей, планируется привлечь около 200 миллионов дополнительных инвестиций в сфере водоснабжения и водоотведения. Также по данному проекту предприятие просит дополнительные средства на ремонт 1,370 метров водопровода. Эти дополнительные средства – это деньги, поступающие по тарифу. По данным предприятия «Семей водоканал», это должно снизить износ сетей на 1,5%. Согласно заявке государственного коммунального предприятия «Семей водоканал», при включении всех необходимых затрат на дополнительные инвестиции, обязательные пенсионные взносы работодателя, заработной платы и изменение стоимости стратегического товара тариф подорожает. Если раньше один кубометр воды стоил 125 тенге, то теперь его цена составит 159 тенге, то есть подорожает на 26%. По регулируемой услуге водоотведения тариф составит 126 тенге за 1 кубометр от ранее утвержденного 95 тенге. Потребители выразили недовольство новым тарифам. Цена тарифа выросла по сравнению с прошлыми годами. Раньше мы платили 3,5 тысяч, сейчас доходит до 5-6 тысяч тенге. Наблюдается резкое повышение. Я подорожал до безобразия. Зарплата не поднимается, 55 тысяч оклад от света стоит, как будто я в Эмиратах живу. В Эмиратах это, наверное, дешевле. Хотелось бы, чтобы к людям по-людски относились и по нашим возможностям. Мы же не миллионеры, зарплаты не поднимаются, а на все тарифы поднимаются. А жить-то нам как? Хоть кто-нибудь бы задумался, как простому рабочему жить в семье. Я думаю, кто утверждает все эти цены. Нужно учитывать состояние народа, платежеспособность человека, его зарплату. Только потом утверждать. Фабрики и заводы получают большие деньги. Им пускай добавляют, а простой народ зачем трогать? Очень дорогой тариф сейчас. Неизвестно, насколько он может еще подняться. Раньше я платила 5-6 тысяч, максимум 7 тысяч. Сейчас плачу больше 10 тысяч тенге. Мы спросили специалистов о причинах такого скачка цен на электроэнергию. Оказалось, что местный департамент не имеет полномочия отвечать на этот вопрос. По области Абай наш департамент занимается транспортировкой тарифов за его распределением, то есть снабжением электричеством населения, оплатой счетов. Всем этим занимается департамент ВКО. Это все единая система, однако на этот вопрос более компетентно ответит департамент по ВКО. Вместе с тем тариф на тепло тоже подорожает. В настоящее время департамент рассматривает заявку государственного коммунального предприятия «Теплокоммунэнерго». Департаментом проводится анализ проекта цены на его обоснованность, исходя из подтверждающих документов и расчетов. Окончательное решение будет принято в июле текущего года. В настоящее время на коммунальных предприятиях из-за низкой заработной платы уходят квалифицированные специалисты. Повышение тарифов – это один из способов повышения заработной платы работников. Малика Мухтарова, Араила Малиханова, Нурлан Уразалин, Телеканал Семей. В Семее открылась профессорская клиника при Медицинском университете «Семея». Теперь жители нашей области смогут получить консультации и медицинскую помощь у специалистов, которым в обычных поликлиниках длинные очереди. Прием будут вести эндокринологи, кардиологи, невропатологи, гинекологи, педиатры и другие. Профессорская клиника – это многопрофильное лечебное учреждение, которое реализует программы высшего, послевозовского и дополнительного медицинского образования на основе современных достижений и практики. Председатель правления, ректор медицинского университета Алтай Дюсюпов отметил, что клиника будет оказывать жителям и гостям города медицинскую и консультативную помощь. На торжественную церемонию открытия учреждения пригласили ветеранов здравоохранения. В клинике будут работать такие специалисты, как эндокринолог, кардиолог, ангиохирург, невропатолог, уролог. Имеются кабинеты педиатра, хирурга, гинеколога, а также ультразвукового исследования. Специалисты говорят, что это большое достижение для нашей области, ведь в регионе наблюдается дефицит некоторых врачей, и многие жители попросту не могут получить у них консультацию. Пациенты не всегда могут получить помощь от этих специалистов, а попасть не могут, потому что официального места, где консультировать специалисты, не было. Теперь это вот открыток поликлиника, и здесь почти все медицинские специальности присутствуют. У нас в институте же очень много специалистов преподают, и все квалифицированные, доценты, профессора. А они будут теперь в одном месте все. Это имеет большое значение. Я верю, что в будущем эта клиника станет большим и качественным учреждением, которое будет способствовать укреплению престижа нашего университета. Пусть это учреждение сопровождает удача. Медицинские услуги в профессорской клинике будут оказывать на платной основе. Однако вопрос бесплатных консультаций уже рассматривается. Скончалась Баян Сагнбаева, известная как Ахбаян. Сегодня певицу проводили в последний путь. Деятель искусств, заслуженный деятель Республики Казахстана и почетный гражданин Абаянского района Баян Сагнбаева родилась 14 марта 1951 года в селе Караул Абайского района Семипалатинской области. Увлеченный искусством с детства, Баян начала свою трудовую деятельность в 1964 году в кружке художественной самодеятельности Абайского района. Ее творчество стало достоянием народа. С большим интересом к искусству и стихам певица служила в сфере культуры и искусства и стала одним из основателей народного ансамбля песни и танца «Каламкас». В 1981-1986 годах было вокалистское объединение «Казах-концерт» города Алматы. Светлый образ выдающейся певицы Баян Сагнбаевой навсегда останется в памяти народа. Позвольте ознакомить вас с письмом соболезнования от Акима области Нурлана Уранхаева. Он должен был приехать сам, однако не смог этого сделать из-за рабочей командировки. Узнав печальную весть о кончине нашей землячки, заслуженного деятеля культуры Казахстана, певицы Баян Сагнбаевой, я хочу выразить свои глубокие заболезнования ее родным и близким. Она была яркой звездой песенного искусства, посвятившей свою сознательную жизнь развитию нашей национальной культуры и заслужившей искреннее внимание и уважение слушателей. Ее звучные песни и неповторимый колоритный голос навсегда останутся в памяти народа. Сегодня в нашей области печальный день. Траур. Мы потеряли нашу Ахбаян. Это очень печальное известие. Сегодня весь народ собрался и проводил певицу в последний путь. Ну а мы продолжаем новости. В Алматинской области прошел 10-й международный военно-патриотический сбор молодежи Айбэн-2024. Его посвятили столетию генерала армии Сагадата Нурмагамбетова. По итогам соревнований сборная нашей области заняла третье место. Призера встретили их близкие на железнодорожном вокзале. В сборе приняли участие более 700 подростков и школьников из всех регионов Казахстана, а также 44 команды из Азербайджана, Узбекистана, Кыргызстана, Белоруссии и России. На площадке соревнований провели интеллектуальный конкурс Айбэн-Дарыны и творческий конкурс Айбэн-Джулдзе. Команда нашей области Абай-Храндары заняла третье место. Вторая команда, состоящая из воспитанников специальной мужской школы-лицея-интерната Жасулан, имени Шуханова-Лиханова для одаренных детей, заняла второе место. Тимирлан Толиугалиев тщательно подготовился к соревнованиям. Высокая ответственность членов команды позволила им зайти на пьедестал победы. Наша команда «Арлан» заняла второе место на военно-патриотическом сборе Айбэн. В мероприятии также приняли участие команды Азербайджана, Узбекистана и Кыргызстана. В этом году мы заняли второе место, но в следующем году мы планируем занять уже первое место. С начала лета наша команда ездила в Шульбинск, где на протяжении 15 дней готовилась к сбору и отправилась на Айбэн. Соревнования проходили в индивидуальном и командном составе. Участники демонстрировали разборку-сборку автомата АК-74 и стреляли из пневматической винтовки. Среди девочек был забег на тысячу метров, а среди мальчиков на три тысячи метров и подтягивания на перекладине. Интересно прошла и военная эстафета с перетягиванием каната. С момента проведения первого военно-патриотического сбора Айбэн, который повышает мастерство и ловкость молодежи, прошло уже 10 лет. В этом году соревнования прошли на международном уровне. Так и юбилейный Айбэн прошел в Алматы на полигоне Али. Участие также принимали команды из шести стран. Это Россия, Беларусь, Узбекистан, Кыргызстан, Азербайджан и Казахстан. Всего было 50 команд, в числе которых Абай Харандара – защищающая честь области Абай. Номинацию «Лучший молодой солдат» завоевал Улжас Амархан из нашей области. Он является членом военно-патриотической команды Абай Харандары и выпускником лицея гимназии имени Шакарима. В сборе Айбэн он участвует уже во второй раз. Мы вернулись с 10-го международного молодежного сбора Айбэн, где заняли призовое место. Стать лучшим молодым солдатом из 750 молодых участников – лучшее достижение. Подготовка к общекомандному соревнованию была для нас очень важна, так как в прошлом году мы заняли 4-е место в общекомандном зачете. Это был 9-й международный сбор Айбэн. Нам удалось добиться многих успехов, максимально прокачав свои слабые места. То, что в этот раз мы заняли уже третье место – настоящее достижение. Напомним, военно-патриотический сбор проходил с 16 по 22 июня в учебном центре Алии Военного института сухопутных войск имени Сагадату Нурмагабетова Алматинской области. В прошлом году область Абай заняла 5-е место в общем зачете, а в этом году вошла уже в тройку лучших. Ботагуз Дандыбаева, Султан Жуламанов, Айду Саид Калиев, Телеканал Семей. Это были все новости к этому часу. Всего доброго. Субтитры подогнал «Симон»!